Добрый вечер, в эфире из Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня в Москве глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в церемонии оглашения послания президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства обозначил четкий контур внешнеполитического курса нашей страны, где интересы и безопасность России и ее граждан являются безусловным приоритетом для руководства страны. Владимир Путин подробно объяснил логику и необходимость решительных действий по защите интересов нашей страны, жителей Донбасса и Новороссии. Российская армия, в том числе и наши земляки, жители Карачаева, Черкесии, действуют смело и решительно, четко понимая, за что они сражаются. Они защищают право новых российских регионов жить на своей земле, обеспечивают стратегическую безопасность России, отметил Рашид Тимрезов. Президент страны озвучил также множество инициатив по социально-экономическому развитию России в целом и регионов в частности. Поручения Владимира Путина прозвучали практически во всех сферах поддержка материнства, детства, образования, здравоохранения, экономика и налоговая сфера, сельское хозяйство и промышленность. Прокуратурой Карачаева-Черкесии поставлен на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на убийство и совершении разбойного нападения на должностных лиц. По предварительным данным, накануне в дневное время на улице Советская в Черкесске четверо мужчин совершили разбойное нападение на заместителя руководителя управления казначейства по Карачаево-Черкесии, судью арбитражного суда республики и двух местных жителей. Будучи вооруженными деревянными бейсбольными битами и иными предметами, используемые в качестве оружия, нападавшие избили должностных лиц, похитив имеющиеся при них имущества, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавшие, получившие травмы и различные степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой республики. Итоги противодействия правонарушениям и преступлениям коррупционной направленности подвели сегодня в прокуратуре республики. Старший помощник прокуратуры республики Ратмир Баташев сообщил, что в текущем году выявлено и пресечено свыше 3000 правонарушений коррупционной направленности. К различным видам ответственности привлечено 600 лиц. С информацией о проводимой работе выступил начальник управления главы республики по вопросам противодействия коррупции Абрик Аджиев. В завершение встречи участники круглого стола ответили на вопросы журналистов. За истекший 2022 год правоохранительными органами республики выявлено, зарегистрировано 214 преступлений коррупционной направленности. Вот если мы с вами проведем определенную параллель, посмотрим в динамик, то в 2021 год всего было выявлено 131 преступление. Таким образом, можем сказать, что динамика положительная в части выявления около 63% где-то валируется. В части уголовных дел в выявлении и пресечении возбуждено по фактам взяточества. Возбуждено было 44 уголовных дела по фактам взяточества. В 2021 год 15 уголовных дел. Здесь у нас практически получается плюс 100% динамики. Ущерб, причиненный государству по оконченным преступлениям, у нас составил 198 миллионов рублей. С 27 февраля по 5 марта, затем с 3 по 9 апреля в Карачаево-Черкесии будет проводиться иммунизация детей против полиэмилита в возрасте от 3 месяцев до 10 лет. Как отметила заместитель главного врача Рочеркесской городской детской больницы Изабелла Тлябичева, вакцинация является добровольной и перед прививкой ребенка в обязательном порядке осматривает врач-педиатр. Также доктор рассказал о симптомах и последствиях болезни. Это тяжелое, опасное, инфекционное заболевание, вирусное, которое поражает скелетную мышечную мускулатуру. И опасность еще тем, что паралично вступает не только мускулатура скелетная и гладкомышечная, но и паралич дыхательного центра. Что, конечно же, смерть. Не для того, чтобы пугать родителей, а для того, чтобы имели понимание, что это за заболевание. Единственной мерой предотвратить является вакцинация. На 15% увеличились объемы производства предприятия «Кавказ Пакет» при грантовой поддержке. Этому уникальному предприятию уже 80 лет и на протяжении этого времени производство дает возможность работать и зарабатывать инвалидам по зрению первой группы, то есть полностью незрячим людям. Что сейчас производят на предприятии, расскажет Альбина Ламкова. Это называется ролик. Он маленький. Это называется оська. Эту оську я намазала маслом, чтобы вот сюда ставить, а потом вот сюда в травмницу вставляем. Потом вот это называется у нас верхний корпус. Вот сюда вот две пружинки и ставим. Потом сюда еще ставится звездочка. Фатима Братова, слесарь-сборщик на черкесском предприятии «Кавказ Пакет», трудится с 1988 года. Всегда с любовью говорит о своей работе. Металлическая деталь, попадая в женские руки, оставляет в себе частичку их тепла и доброты. За последнее десятилетие произошел резкий спад производства. Численность работающих инвалидов сократилась на 38% по сравнению с 2011 годом. Тем не менее, руководство старается сохранить коллектив. Сейчас на предприятии работает 28 человек. Из них 18 инвалидов, в том числе 9 по зрению. Каждый сотрудник дорожит своим местом. Другого варианта нет. Да и привыкли уже. Работают все не один десяток лет. Любовь Горбунова на производстве 52 года. Хочу отметить, что я неплохо вижу, я вообще не вижу. И эти детали, вот данная работа, это очень работа для нас нормальная. Все можно на ощупь делать. Елизавета Джамирзова тоже практически не видит вся работа на ощупь. А начинала она свою деятельность частично незрячей. Я знала, куда иду, поэтому я сюда устроилась на работу. И работаю с тех пор. Пока видела, я всему научилась. То, что видела, научилась, я все знаю, помню, поэтому все на ощупь делаю. Спасибо, что такое предприятие есть. Помимо переключателей, электрических соединителей на предприятии выпускают обычные хозяйственные прищепки. Они отличаются от китайских. Надежный механизм, достаточно крепкие зажимы. А прочная пластмасса с легкостью выдерживает большие банны полотенца. В другом цехе изготавливают полиэтиленовую термоусадочную пленку. На первый взгляд, производство пленки выглядит просто. Но на самом деле здесь очень много нюансов. Размер изделия индивидуален. Нужен постоянный контроль. Производство полиэтиленовых пакетов не назовешь новым или оригинальным видом предпринимательской деятельности. Эта продукция уже давно закрепилась на рынке, как необходимый в использовании товар. Его разнообразие велико. На предприятии выпускают упаковочные полиэтиленовые мешки и пакеты как с фальцовкой, так и без нее. Размеры пленки, как и толщина, варьируются в широких пределах и зависят от требования заказчика. Замеры делают вручную. Насколько процентов вы не видите? У меня зрение очень слабое. Один глаз правый вообще меня не видит. Второй процентов 20 есть, то хорошо. Не сложно работать? Работать сложно. Потому один я не могу работать. Работаем мы в паре. Трудовой коллектив работает на совесть, несмотря на упадок производства. На предприятии неизменным осталась цель – работа без брака. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Чекесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Кески – небольшие осадки, мокрый снег и дождь. Ветер западный – 6-11 метров в секунду. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Температура ночью 0,2, а днём 5-7 градусов выше нуля. Лечение катаракты в клинике 3Z по понятной стоимости и без доплат. Операция с импортным хрусталиком. Анализы, трансфер и проживание в гостинице за 35 тысяч рублей. Запись по телефону 8 800 533 90 82. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Улыбка. Возвращай зрение. Фенталайзерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А. 43-73-87. Ближайшие пару лет в региональной столице будут благоустроены еще 50 дворовых территорий. Это стало возможным благодаря успешной реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды и созданию удобств для отдыха и активного досуга большого числа жителей Черкеска. О нюансах программы и проблемах в репортаже Артур Мкце. Результат, наверное, после благоустройства. Какой не должна быть благоустроенная территория. Представители регионального народного фронта периодически обходят все адреса, где строители проводили ремонтные работы в рамках федеральной программы. Общественники обращают внимание муниципальных властей то на недоработки подрядчиков, то на последующее потребительское отношение людей к предоставленному комфорту. В Черкесске первые заявки от населения на создание под их окнами радующий глаз картины были поданы в конце 2017 года. Вслед за этим рядом с многоэтажными домами началось масштабное обновление мест для отдыха и активного досуга населения. В рамках этой программы предусмотрено благоустройство придомовых территорий. То есть это минимальный перечень работ, это ремонт проезжей части, устройство детской площадки, установка лавочек, фонарей, урн. И дополнительные работы также у нас предусмотрены. Это работы по озеленению территории путем завоза плодородного слоя земли и установка сушек для белья. По каждому двору специалисты мэрии Черкеска составляют дизайн-проект. Далее идет процесс согласования с жителями. Ведь именно им потом пользоваться всем, что появится рядом с домом. Но окончательное решение должно быть, так сказать, коллегиальным. Если люди не придут к компромиссу, строители выполнят для них первоначальный вариант. К слову, масштабность и важность проекта вовсе не гарантируют, что все будет выполнено качественно и в срок. Контроль за этим ведут как представители мэрии, так и общественники. Город Черкесск, фабричная 112. Мы находимся в благоустроенном дворе в 2021 году. Этот двор возглавляет антирейтинг плохих дворов. Здесь детская площадка не доделана полностью, некоторых элементов не хватает. Покрытие резиновое уложено волнами, выпирают торцы. Асфальтовое покрытие без достаточного количества смол уже наблюдаются выбоины. А это еще один проблемный двор. Работы по Международной 85 изначально планировали начать пару лет назад. С людьми провели встречу, пообещали спортивную и детскую площадки, удобную парковку и многое другое. Но что-то пошло не так. Реализацию проекта перенесли на следующий год. Правда, на новом макете куда-то исчезла спортивная площадка. Видимо, на нее не нашлось денег. Лишь после обращения горожан к региональным властям место для занятий игровыми дисциплинами также установили. Однако подрядчики и тут показали себя не с лучшей стороны. Чему доказательством служат испорченные мечи и выпирающие острые концы металлической сетки. Нарекания у жителей дома и общественников имелись и к другим компонентам благоустройства. На сегодняшний день уже есть решение суда. Подано также встречное еще заявление о возврате денежных средств, которые подрядчик освоил. Но, тем не менее, эти вопросы не касаются жильцов данного дома. Поэтому руководством мэрии принято решение о выделении бюджетных средств для завершения данных работ. Данные работы мы планируем до июня месяца завершить, все недостатки исправить и сдать уже готовый двор жителям МКД. Первый этап федеральной программы благоустройства был завершен в Черкесске с опережением графика в прошлом году. С разной степени успеха удалось обустроить около 90 дворов. Вслед за этим вновь было объявлено о приеме заявок от населения. И если ранее все кандидаты оказались в списке, теперь из числа желающих эксперты в итоге оставили лишь около трети. 25 дворов благоустроят в нынешнем году, столько же в 2024-м. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия. Сегодня международный день родного языка. Сегодня в Карачаево-Черкесии писали тотальный диктант на языках народов республики. Главной площадкой стал госуниверситет в Карачаевске. Каждый народ – это неповторимая культура, история, традиции, образ жизни. И, конечно же, язык. Сберечь языковую базу и большого народа, и самой многочисленной народности – очень важная задача. С днем родного языка и жителей интернациональной, многонациональной, извиняюсь, республики поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. «Давайте беречь и приумножать наше богатство, делать все для того, чтобы язык наших бабушек и дедушек продолжал звучать в прекрасном многоголосии огромной, сильной и единой России», – отметил руководитель региона. Солнце над Карачаевой-Черкесией может вызвать помехи на телеканалах, как объясняют в российской телевизионной и радиовещательной сети. Это сезонное явление, при котором положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременным ухудшениям телевизионного сигнала, вплоть до пропадания. В Карачаево-Черкесии кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны с 21 февраля до 16 марта, приблизительно с полудня до 13 часов, продолжительностью помех до 5 минут в сутки. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Между нами глубокое море». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова